Приветствую вас, аноним. Вы знаете, я увидел вот у вас в вашем тексте, знаете, какое-то вот, не знаю, какое-то чувство, чувство вины, что ли. Вот почему-то мне так показалось, то есть вы говорите, что вот, мне 33, знаю, что надо делать ремонт в квартире, но отдохнуть тоже хочется. Мне кажется, здесь вы какое-то чувство вины испытываете, с одной стороны, типа, что вот я не делаю ремонт, да, а вместо этого хочу отдохнуть. То есть, типа, что отдохнуть, ну а отдых вы права не имеете, что вы должны делать ремонт, это первое. Ютуб, то вины, его бы надо поисследовать. Ну, то есть, как вы к нему пришли, почему вы считаете, что нужно делать ремонт и прочее, прочее, прочее. Второе. Это тот, что ваша мама говорит, что на море ездят отдыхать миллионеры и что люди ездят туда раз в пять лет. Вот, знаете, здесь, мне кажется, не столько важно то, что говорит ваша мама, хотя это, безусловно, на вас как-то влияет, сколько, на мой взгляд, важно, как вы сами к этому относитесь. Ну, мне сложно представить, что вы вот в той или иной степени как-то изолированы достаточно хорошо от ситуации, в которой бы на вас не влияла бы данная позиция вашей мамы на счет того, что море для миллионеров. И от того, как вы сами относитесь к этой ситуации, вот к ситуации, что на море ли ездят только миллионеры или только ли миллионеры едут на море. Ага, вот от этого в том, в том числе, на мой взгляд, зависит ваша зависимость, как мне кажется. Знаете, такая штука. Вот. Потому что, ну, чувствуется все-таки, 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 да, все-таки, чувствуется ваша неуверенность в себе. Чувствуется, что вы, ну, просто неуверенность в себе, что вы как-будто сомневаетесь, что вы как-будто сами находитесь, ну, на распутье. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. И, на мой взгляд, в этом направлении вам нужно двигаться. Понимаете? Вот. Вам 33 года, вы живете с мамой. Я думаю, что, ну, не случайно. Вот. Я думаю, что вы не случайно живете с мамой. Вот. То есть, мне, мне кажется, мне кажется, что, эм, есть, эм, какие-то, эм, причины, эм, по которым вы, эм, с мамой живете с мамой, эм, 33 года. Понимаете? Вот. Поэтому, эм, вполне вероятно, что, эм, эм, не очень, эм, 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 как, ну, не очень ком, 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 комфортно, эм, будет, понимаете, эм, С мамой, вполне нормально. Ого. Поэтому, эм, эм, здесь, э, сейчас вот, вот, примерно такая. Понимаете? Наверное, о чем я говорю. Ну, вот. Дальше. Вы не должны объявлять своей маме что-либо, понимаете? Вопрос в том, почему вы пытаетесь это сделать, понимаете, какая штука? Так что в контексте неуверенности в себе, да, если вы правда неуверен в себе, то это можно и нужно подкорректировать. Такая вот история. Я думаю, что имеет смысл вам преследовать свои чувства. Свою вот неверность, да? И решить, что делать дальше, понимаете? Потому что очевидно, что вы переживаете конфликт, внутренний конфликт. Так что вам сперва разрешить свой внутренний конфликт, а потом просто донести это до своей мамы. Вот. И все. Я думаю, вот, примерно, такая история. Примерно такой момент. Вот. В целом, я думаю, что ваша мама будет говорить, значит, так, да, вот как она говорит. Только потому, что знает, что вы сомневаетесь в своей спорте. Идея именно в том, что вы сомневаетесь в себе, что вы не уверены. И мама, мама знает об этом. Вот. Мама знает, что вы в себе сомневаетесь. Мама это чувствует. Понимаете, ну, она сомневаетесь? Да? Вот. Ааа. Она будет вам так говорить, принципом. Поэтому лучше всего, если вы, к примеру, будете руководствоваться в том, что вы чувствуете, допустим, если вы просто будете говорить о том, что вы чувствуете, допустим, и в этом случае все будет, в принципе, лучше, гораздо лучше, чем сейчас. Вот, примерно так можно ответить вам на вопрос. Дело в том, что вы, по-моему, так или иначе не переделаете, и изменить ее позицию вы не сможете. Понимаете? Так что в любом случае вам необходимо смириться и перестать принимать на свой счет то, что ваша мама думает про ваш отдых и прочее. Ну вот, другой момент, что вы все-таки в себе не уверены. Как-то другой момент, что вы как-то вот сомневаетесь в себе. Другое дело, что вы чувствуете, например, вину за то, что, ну, хотите отдыхать и прочее. Понимаете? И вот в этом главная проблема, на мой взгляд. Понимаете? Какая штука? Вот. То есть ваше чувство вины, да? Оно может быть... Насчет тем основания, по которому вас и, ну, мотивирует, мотивирует на то, чтобы пытаться доказать что-либо своей маме. И мне кажется, что вы пытаетесь получить ее одобрение. Понимаете? Вот. Но если это правда, если вы правда пытаетесь получить одобрение своей мамы, то вы так вот постоянно, все время и будете, значит, значит, стараться что-то доказать своей маме. Вот. И это проблема для взрослого человека в любом случае. Поэтому, аноним, эм, постарайтесь, эм, пожалуйста, эм, выделить, да, постарайтесь выделить, эм, что, эм, что, эм, эм, сейчас, эм, волнует, да, постарайтесь выделить, эм, что вас волнует, эм, постарайтесь выделить, эм, то, что вы хотите. Постарайтесь, эм, выделить, эм, то, что вас сильнее всего, эм, эм, ну, беспокоит. Понимаете? И, соответственно, именно об этом вам, эм, нужно, эм, на мой взгляд, поговорить с психологом. Вот. Именно об этом вам нужно, эм, пообщаться, эм, со специалистом. Вот. Именно в этом направлении, ну, именно в этом направлении вам, эм, нужно пообщаться, эм, с психологом. Вот. Тогда я полагаю, что вы, эм, свою проблему, эм, сможете разрешить. Эм, ну, я так, эм, думаю. Но, по крайней мере, данный момент. Вот. Вот. Это то, что я могу вам, эм, сказать, эм, сейчас. В общем-то, потребуется помощь в корректировании детско-родительских, эм, отношений. Потому что, вы, самое вероятно, не первый день, так, на, на, на ножах, эм, не первый день конфликтуете. Ну, и, эм, выяснить, почему в 33 года вы живете с моей мамой, а не, например, отдельно или с мужчиной. Верно, здесь у вас тоже имеются проблемы. Ибо, очень, к сожалению, часто бывает такая история, что люди, как раз таки, вот, ссоры с СССР, эм, своими, например, водителями, на самом деле, к ним достаточно, эм, сильно, эм, тяготеют. Кстати, вот, ссоры это настолько, что, эм, не готовы отправиться в самостоятельные, самостоятельные отношения, вот. Ну, там, по данным причинам, да, эм, мы сейчас не говорим, не говорим о том, эм, что это за причины, да, и так далее. Это, на самом деле, не так уж и важно, как, как важно, вот, именно то, что эм, эм, этот конфликт происходит. Такие вот, нездоровые получаются, немножко даже болезненные получаются отношения с мамой и эм, с собой, с самой собой тоже, вот. Поэтому я просто надеюсь на то, что вы, эм, подумайте над тем, что я вам сказал, что я и другие специалисты вам сказали. И я надеюсь, что вы сделаете какой-то, какой-то вывод и решите, что вы дальше будете делать, как и что вы будете делать дальше, вот. Как, что, в каком, в каком направлении вы будете двигаться, вот. Мне кажется, что именно так, вот, именно так, эм, сейчас вам можно ответить на вопрос, эм, вот. Который выздается именно так, вот, на данный момент. Эм, конечно, есть, эм, вероятно, еще, эм, какие-то нюансы, о которых вы не написали. Но, эм, на данный момент ситуация выглядит вот так уж. И, то, что можно было вам сказать, я, в принципе, сказал. На этом все. Я надеюсь, что, эм, помог вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за, э, его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разращится и вы сможете, эм, обрести гармонию. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok